То Бог белья, то Бог наш. ПЕСНЯ Друзья мои, до Великого Поста остается совсем чуть-чуть. И уже в воскресенье мы с вами, кто сможет, соберемся в Церкви на чин Прощенного Воскресенья. Что это такое? Для чего оно установлено нашей Святой Православной Церковью, мы сейчас с вами узнаем. В это воскресенье за поуслужением читаются такие евангельские слова, где говорится о том, что если мы будем прощать грехи нашим близким, то Господь простит и наши прегрешения. А если мы не будем прощать, то Господь и нас не простит. В жизни так бывает, что мы любим тех, которые на расстоянии. А те, которые рядышком, казалось бы, в одном доме или по соседству, мы не можем простить, потому что нам делают какие-то обиды. Прежде всего надо переступить через свою гордость, через свое «я» и всех простить. А если человек что-то неправильно делает, это надо оставить на суд Божий. В этот день обычно люди приходят в храм Божий, просят прощения друг от друга, но можно просить не только в храме, а попросить прощения даже и по телефону можно, можно и с домашними, и с соседями, и со знакомыми, для того, чтобы с чистой совестью вступить в Великий пост, чтобы начать его, провести его достойно и с радостью встретить праздник Светлого Христового Воскресения. Для того, чтобы пройти время Великого Поста, в подвигах, мы стараемся вспоминать истории Священного Писания, для того, чтобы человек мог очиститься духовно. И в это воскресенье вспоминается изгнание Адама из рая. Почему вспоминается? Для того, чтобы мы помнили этот случай и не повторяли, не впадали в те или иные грехи. Казалось бы, мы живем на земле, устраиваем здесь царство земное, ищем счастье, но здесь на земле мы странники и пришельцы, мы здесь в изгнании, а истинное наше Отечество – это Царство Небесное. Поэтому и мы вспоминаем, что за один и единственный грех Господь так наказал Адама и Еву, что мы до сих пор чувствуем вот это наказание. И вот мы думаем, что мы не согрешаем или нам не в чем каяться. Церковь призывает, чтобы все мы покаялись и вступили на дорогу Великого Поста. Это как бы десятина для Бога, для спасения наших душ. Отец Серафим, будьте добры. Первая неделя Великого Поста, которая уже будет, начинается с понедельника, это наиболее строгая неделя Поста, когда человек должен отложить все свои стремления, попечения и как-то углубиться внутрь своего сердца, внутрь своей души. Но суета, работа, учеба, мир – все это, конечно, отвлекает от созерцания своего сердца. Как же собираться, как не обращать внимания на суету? Есть у Православной Церкви рецепты, как быть одному, при том, что ты окружен бушующим миром? Для христианина дни Великого Поста – это время особого духовного подвига. Боуслужебные тексты, молитвословия и песнопения Святой Четыридесятницы направлены на душевное покаяние. И как людям жить в этой суете, когда работа, дети, семья, как они могут нести еще какие-то подвиги? Вы знаете, как говорил Премудрый Экклесиах, что всему свое время. Время трудиться и время отдыхать. Время плакать и время смеяться. Время собирать камни и время разбрасывать камни. Вот я также и другим людям говорю, что мы должны находить время и для молитвы, и для каких-то дел, и для отдыха. Во всем должно быть здравомыслие, потому что любая крайность – это плохо. Поэтому пришло время для молитвы. Мы оставляем свои дела, потому что в жизни суета, сует и томление Духа. Этой работы никто не переделал и не переделает. И всех денег мы никогда не заработаем. А трудиться для спасения своей души мы обязаны. Поэтому Церковь и призывает нас, чтобы мы оставили немножко свои дела, свою суету, пришли в Храм Божий и дома усилили молитвы. Потому что пост – это не только ограничение в пище, а ограничение во всем должно быть. Как бы в развлечениях, в пище и остальном. Вот, например, есть маленькие дети. Мы же не можем им там не давать молока. А ограничить их, не давать мультики смотреть, мы можем. Поэтому вот мы должны приучать их с детства, чтобы они старались нести какие-то подвиги и понимали, что всему свое время. Встречаются мне знакомые и говорят, батюшка, мы такие заняты, что не хватает у нас времени для молитвы в церковь прийти. Вот это уже плохо. Когда человек полностью погружается в суету. И мы не должны брать пример и смотреть на таких людей, а мы должны оставлять все свои дела и прийти вот помолиться, дома почитать, псалтыр почитать, почитать большее священное писание не только для себя, но и для своих близких, чтобы они поучались в этом деле. Отец Серафим, конечно, пребывание в церкви и когда человек слушает и бывает на службах Божьих, для верующего сердца это большое утешение. Но бывают такие дни, когда человек становится перед выбором либо послужить ближнему, либо пойти в церковь и постоять на службе. И вот он разрывается между выбором. С одной стороны, нужно творить дела милосердия и служить ближнему, болящему и страждущему. А с другой стороны, душа рвется на службу. Как быть тогда? Ну, согласитесь, что вы ближним помогаете не целый день и не каждый день. А если вы придете на два часа в храме, постоите, потом еще и близким поможете, то думаю, что мы и в грех не впадем, и близким поможем, и это будет польза как и для близких, так и для нас. Поэтому я опять говорю, что во всем должно быть здравомыслие. Время находить и для близких, время и для молитвы, время и для отдыха. Поэтому так и Господь заповедал. Вот как Господь сказал, шесть дней трудись, а седьмой день посвяти Господу Богу твоему. Поэтому мы и трудимся, а когда пришло время, мы это делаем как бы для пользы, для души. И когда нас не касается никакой горе, никакие болезни, то мы хладнокровно относимся к своему спасению, к тому, чтобы заставить себя пойти и помолиться. А когда вот касается какой-то горе, вот касается лишь на нас, тогда мы начинаем по-другому смотреть на жизнь и начинаем больше внимать тому, что говорят в церкви и внимать, что говорил Господь Иисус Христос, читаемые Священные Писания. Конечно, по-разному бывали. Иногда болезнь человека смиряет, а кто-то озлобляется. Иногда и богатые люди, кто-то смиряется, а кто-то считает, что он заработал своим трудом и тоже не хочет делиться и как бы помогать близким. Но в жизни так устроено, что мы должны думать не только о себе, о своем благосостоянии, но и о наших близких, потому что от наших близких зависит спасение и наши души. Поэтому и мы делаем все для нашего спасения и для пользы наших близких. И в канун Великого Поста, Отец Серафим, будьте добры, Ваше пастырское благословение нашим телезрителям. Я призываю на всех вас Божьи благословения. Дай Бог, чтобы мы в подвигах провели это время, время Великого Поста, чтобы больше потрудились в чтении Священного Писания как для пользы, как для своей души, так и, думаю, если мы будем и с другими общаться, мы же тоже общаемся своими мыслями. И также эта польза была для наших близких. Бог благословит. С Богом. Добрый путь.